Конечно, очень важно, я думаю, что нашли нужные слова от секунданта Лебзякова, Александр Борисович, наверняка, он давно работает с Коробовым, и тем более оба земляки, значит, и Коробов это один из любимчиков Александра Борисовича, я думаю, что вот хорошо, я думаю, что нашел нужные слова. Тут надо главное, тут внимание и спокойствие, внимание и спокойствие. Самое главное, внимание, сохраниться, внимание, вот, стараться перечувствовать боксера из Казахстана до последней секунды. Вот снова атака Матвея, на этот раз удар не был засчитан, хотя предыдущая была результативной. Хорошо ушел сейчас от удара. Да, он хорошо ушел, а еще лучше он уходит с правой рукой, с правой рукой, с ударом, уходит с ударом, он часто правой рукой попадает. Третий раунд, как правило, он бывает определяющим в бою, очень важна вот эта двухминутка в тактическом плане. Опять, вы знаете, очень важно уйти с запасом прочности, я имею в виду ударов, и тогда, тогда не нужно будет бежать в последнем раунде. Или пускай рискует в четвертом раунде боксер из Казахстана Артаев, надо заставить его рисковать. Для этого, ну, тут с запасом нужно. На передней. Можно, хотелось бы увидеть еще сейчас одну хорошую атаку. Очень бы хотелось бы. Или контур-атаку нашего спортсмена. Если будет еще одно очко у его копилки, в четвертом раунде будет попроще. Чуть-чуть, но попроще. К сожалению, нет. Не удержал, да, двухударное преимущество. Но все равно рискует пускай Артаев. Я имею в виду, что это нарав. Да, насколько велико напряжение в этом бою, насколько велика его цена. Ну, ну, велика цена, в принципе, любого боя, поскольку олимпийская система, проиграющего бывает. Но здесь чемпион Олимпиады и двукратный чемпион мира. Ну, вот, вы знаете, просто... Что может быть выше? Что может быть выше? И просто внутреннее напряжение, оно и чувствуется. Внутреннее напряжение вот этого боя чувствуется здесь, во дворце. Насколько... Насколько талантливые боксеры. Насколько они контролируют... Контролируют движение друг друга. Насколько очень высока цена ошибки. И напряжение, прямо вот, знаете, все звенит внутри. Конечно, конечно. Ну что, четвертый раунд, 101-й пойдет в атаку. Кто начнет более активные действия? Начинает Артаев. Да, где-то он подошел на ударную позицию. Вот здесь, конечно, Коробов немножко пропустил. Вот начало атаки. Он же вот-вот не пропускает. Он делает шаг назад и контратакует. Вот здесь он пропустил. Начало боя. Снова удачливее казахстанский боксер в контратаке своей. Да, неважная начало. Явкая борьба, да, явкая борьба. Пора рефери. А это фуан-фунца из Куба развести боксеров. Ну, надо сказать, что судейство здесь, конечно, абсолютно не объективное, что касается российских боксеров. А было... Вот сейчас пошли навстречу. Удара не было вообще. Не было удара, но до этого было попадание Коробова, но не посчитали почему-то. Отчаянно борется, именно борется Артаев. Уже, похоже, из последних сил. Но Коробу надо быть точнее, точнее. Точнее нас вспоминать о передней руке. Потому что, если удар не очень четко зафиксирован, судьи не дадут здесь очко. Мы уже в этом убедились. Вот смотрите, сейчас вот старается не рисковать Артаев. Не рисковать. Он уже не идет вперед. Но есть запас двух очков, двух ударов. Вот понимаете, вот это тактика. Вот нужно рисковать тогда Матвею. Вот. Ну что сделать? Ну, нужно пойти вперед, не промахиваясь, главное. Не промахиваясь. А подходить нужно за счет ног. Да, положение хуже некуда. Ну что, нужна атака. Давайте немножко успокоимся. Матвей, подойди ногами и быстро ударить. Опять попытка одиночного удара. Давай! 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 Бой закончен. К великому нашему и вашему уважаемому телевизору, к сожалению. Ну, можно говорить, что, конечно, некоторые удары Матвея суди просто игнорировали, просто не считали. Но, мне кажется, он был способен на большее. Он был способен на большее. И потом, ну, хороший Артаев, тоже хороший. Конечно, конечно. Игорь, и поэтому, поэтому, ну, побеждает сильнейший. Что сделать? Как и в первом бою Селимов проиграл боксеру с Украины. С равному по силам, да. С равному по силам. Так и до финала стремились вот эти вот выдающиеся мастера. Ну, сейчас мы увидим замедленные повторы, уважаемые телезрители. Может быть, они какую-то ясность несут, все-таки, кто, как судился этот файдирок. Ну, в любом случае, еще раз хочется почерпнуть, что мы от Матвея все-таки... Вот был удар прекрасный. Слева ушел от удара соперника Матвея. Вот артаковал. Вот теперь он в атаке. Ну, а пен ударами, ну, вот попадает в агрыдник. А вот здесь пропустил. Браво, нет, так он ударил. Ударил перед этим, но вот это был тот удар, это так, который... И суди его не засчитали. Да, обидно. Все меньше и меньше боксеров сборной России остаются на Олимпийском турнире. Матвей Горобов, мы считали, вообще одной из главных наших надежд. Но, к сожалению, он закончил свои выступления. На этом мы заканчиваем наш репортаж. Для вас работали Виктор Рыбаков, Борис Кривко. До свидания. Удачи. Трансляцию Олимпийских игр в Бекине вам представляет ОАО «Лукойл». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова